84% людей считает, что писать сообщения или отвечать на звонки во время встречи – это грубо. 72% чувствуют себя некомфортно, когда отдаляются больше, чем на 5 метров от телефона. 80% из нас спят рядом с телефоном. 40% пристрастились и зависимы от телефона, и проверяют его 900 раз в течение дня. Сегодня видео – современный гид по телефонному этикету. Это видео я разделил на две части. В первой части я расскажу 10 правил этикета, а во второй приведу 10 различных ситуаций и как в них следует поступать. Первое правило – буфер в 5 метров. Оно применяется, когда вы в публичном месте или на вечеринке. Если вы собираетесь ответить на телефон или сделать звонок, то обеспечьте себе буфер минимум в 5 метров, чтобы их разговор не влиял на вас. Второе правило – старайтесь не говорить в публичном месте о личных делах, особенно о тех, о которых лучше никому не слышать. Я только что от директора, он сказал, что это заразно, помнишь, у меня тасыпь и воспаление, которое подтекает. О, простите, разрешите, пожалуйста, я возьму свою еду, дайте я пройду. Не ведите таких разговоров, люди не горят желанием слышать такие вещи. Правило 3 – следите за вашим тоном, когда вы говорите по телефону. Не стоит кричать, ругаться или использовать грубости. Очень важно проявлять уважение к людям. Да, возможно, у вас не получится изменить способ взаимодействия с этим человеком, но вы можете выбрать ситуацию и время для этого взаимодействия. Далее, избавьтесь от этого мерзкого звонка. Вы знаете, о чем я. Лично я держу телефон в беззвучном режиме по умолчанию. Следующее правило – по умолчанию держите громкость телефона на беззвучном режиме. Думаю, с вами такое случалось. Вы в библиотеке или в другом тихом месте, где все погружены в свою работу. У вас появилось свободное время, чтобы посерфить интернет. И вдруг шквал шума издается из вашего телефона. Давайте возьмем в привычку по умолчанию ставить телефон в беззвучный режим. Если уж говорить об интернете, да, противные звуки не годятся. Но знаете, что может быть хуже? Когда ваша информация была украдена. То есть, когда в ваш телефон вламываются и выкачивают данные. Или вы заходите на сайт, а он заблокирован. Или ваши данные собираются, и вы больше не анонимны в интернете. Друзья, когда вы серфите в сети, то лучше использовать VPN. VPN – это приватный канал, который защищает ваши данные. Их невозможно будет украсть, хакеры не смогут вас взломать. И что действительно круто, я иногда работаю из школы, а они блокируют YouTube. А мне надо попасть на него, чтобы посмотреть, что происходит с видео. Я могу пользоваться VPN, чтобы обойти защиту. Это мне очень нравится. Если вы окажетесь в другой стране и пользуетесь там незащищенным Wi-Fi, тогда вас могут скомпрометировать. Поэтому следует использовать VPN. Следующее правило, господа, подумайте перед тем, как отправлять сообщение. Знаете, какое преимущество, когда ты звонишь? Это занимает в среднем 15 секунд, чтобы человек ответил на звонок. Вам надо его набрать, подождать соединение, потом пока человек поднимет трубку. Поэтому у вас есть запас времени, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Особенно если вы эмоциональны, следует быть внимательным. Есть исследования, которые подтверждают, что две трети людей сожалеют об отправленных сообщениях. Следующее правило, спросите перед тем, как ставить человека на громкую связь. Когда вы совершаете звонок, в большинстве случаев это подразумевает собой, что будет приватный разговор между двумя личностями. Поэтому если вы решили перейти на динамики, лучше спросите разрешение. Так, минуточку, друзья, вам нравится это видео? Тогда ставьте лайк. Если вы впервые на Realman Real Style, добро пожаловать. Подписывайтесь на канал и ставьте уведомления, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Далее спрашивайте разрешение перед тем, как поделиться записанной информацией. У вас есть разнообразная информация, от фотографий до текстовых сообщений, которые нам кажутся смешными. Мы делаем скриншот и выставляем это в соцсетях или передаем другим людям. Но вы спросили разрешение у других людей, которые вовлечены в это? Потому что это может их очень сильно смутить. Даже с текстовыми сообщениями люди предполагают приватность. Поэтому будьте аккуратнее перед тем, как делиться перепиской с другими. Далее давайте поговорим о правилах вокруг брошенных звонков. 50% прерываются по каким-то техническим причинам. Поэтому не переносите вину на других и никогда не расстраивайтесь по этому поводу. Не будьте маяком. Я имею в виду использовать вспышку телефона, когда вы принимаете или посылаете сообщения. Мой совет, чтобы не попасть в затруднительное положение, просто отключите телефон, когда вы в театре. Вам не нужны эти лишние раздражители, вибрации в кармане или слепить людей рядом с вами. И да, друзья, это даже не обсуждается. Никогда не пишите сообщения или разговаривайте по телефону, когда вы за рулем. И да, говорить по телефону даже на громкой связи так же сильно отвлекает, как и разговор по телефону, держа его в руке. Мы можем концентрироваться только на одной вещи. Поэтому берегите себя. Давайте поговорим о ситуациях. Первым делом у нас идет приватная беседа. Телефон, будь то разговор или переписка, никогда не должен появляться между тобой и человеком. Потому что в целом люди всегда переоценивают входящую информацию из телефона. Далее давайте рассмотрим разговоры с незнакомцами, особенно на кассе. Хорошим тоном будет, если вы не будете разговаривать по телефону. Выказывайте людям уважение, даже если они незнакомцы, просто убрав телефон в сторону. Сейчас обсудим рабочие моменты. Многое зависит от вашей работы и чем вы заняты. Если у вас работа, в которой вы должны быть внимательны на все сто, тогда лучше дождаться вашего перерыва, чтобы сделать звонок по телефону. Но однозначно лучше не совершать личные звонки в рабочее время. Далее у нас идут собрания. Как я уже сказал, 84% людей считают разговор по телефону или переписку во время встречи неуважительным тоном. Не пытайтесь заниматься мультизадачностью. Это не сработает. Что насчет публичного транспорта? Автобусы, метро. Текстовые сообщения вполне уместны, но со звонками следует быть аккуратнее. Текстовые сообщения вполне уместны, но со звонками следует быть аккуратнее. Коротко переговорите, если это важный разговор. Рестораны. Все зависит, если вы идите сами или в компании других людей. Если вы в компании людей, то это так же, как и с приватной беседой. Телефон лучше не доставать из кармана. Не стоит его держать даже на столе, потому что это создает дистанцию между тобой и твоим собеседником. А насчет разговоров, все-таки следует держать их подальше от ушей других людей. Что, если вы в машине? Если вы за рулем, все просто. Не переписывайтесь, не разговаривайте. Главное, чтобы вы добрались в целости и сохранности. А что, если вы пассажир? Переписываться можно без проблем. А вот разговаривать по телефону может отвлечь водителя, поэтому лучше спросить его разрешение. Как быть на концертах, в театре, в кино? Ребята, многое зависит от освещения, если говорить о переписке. Но когда представление началось, то выкажите уважение людям вокруг вас. Подумайте о шуме, вы же не хотите шуметь, когда люди хотят насладиться концертами или пьесой. Религиозные мероприятия, церкви, синагоги. Никаких переписок или звонков. Если вы в приемную врача, переписка вполне уместна. А вот звонки следует проводить быстро. А также помните о правиле 5 метров. Хорошо, господа, теперь я хочу услышать от вас в комментариях, что я упустил. Я уверен, что есть люди, которые делают на телефоне такие вещи, которые вас раздражают. На этом все, друзья. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.